Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам показать, как рисовать асимметричные модели. Я много вам показываю, как рисовать половинку, потом ее разверкаливать. Это абсолютно накладывается на принцип конструирования, когда мы конструируем только одну часть, потом ее при крое, соответственно, разверкаливаем, либо краем на сложенном полотне, и у нас получается как бы две половинки. В случае с асимметричными моделями, как правило, все равно продолжает использоваться асимметричная конструкция, которая просто немножечко режется, и у нее, соответственно, получаются асимметричные варианты. Давайте сейчас сделаем так. Итак, я беру наш шаблон. Данный шаблон можно скачать по ссылочке под этим видео. Пожалуйста, выходите, смотрите. Есть шаблоны технического рисунка, есть шаблон для фэшн-иллюстрации, есть разнообразные шаблоны на разные типы фигур, там плюс сайт, когда большая грудь, маленькие бедра, большие бедра, маленькая грудь, большие бедра, большая грудь, есть самые разные фигуры. Если вдруг вы не нашли нужный вам, напишите, мы разработаем новый, потому что мы все разные, и, соответственно, рисовать тоже нужно на разные. Я рисую на универсальный шаблон 42-го размера. В общем-то, на нем, наверное, так лучше всего смотрится, но он приближенный к реальному человеку, то есть это реальный человек 42-го размера, и при этом не очень высокий, где-то 1,65 метра, потому что классический фэшн-иллюстрация все-таки идет на удлинение. А мы говорим про технические рисунки с вами. Итак, мы будем делать с вами асимметричное платье. У нас будет платье на одном плече с рукавом. Как нам это правильнее сделать? Будет отрезной лиф, поэтому давайте я сейчас приближу. Начнем мы рисовать с лифа. Беру инструмент пером, делаю цвет ему серым, и обводочку тоже мы делаем единичкой. Это вообще классическая такая настройка, она у вас по умолчанию. Поскольку я буду тут потом кройкой заниматься того, что у нас будет происходить, мне главное сейчас рисовать зону, которая идет от груди к талии, для того, чтобы она была у меня симметрична с двух сторон. Потому что если у меня тут будет асимметричный вырез, это одно, а если у меня будет асимметричная линия талии, то это будет как бы не очень сложно. Поэтому аккуратненько я здесь сейчас все это прорисую. Платье будет отрезное, поэтому вот по этой линии мы его будем отрезать. Так, что еще там у нас будет с вами интересного? Будет юбка. Соответственно, давайте сейчас чуть-чуть поменьше. Я люблю, когда покрупнее на экране, и я вижу все точки и все детали, но, соответственно, у меня экран редко стоит статичный. Я стараюсь, как правило, для видео его более статично показывать, но когда я работаю самостоятельно, у меня экран постоянно бегает. То есть я тут приблизила, тут удалила, приблизила, удалила. И это уже настолько входит в привычку, что даже сложно это контролировать. Поэтому стараюсь вам все-таки показывать более спокойный вариант, но все равно периодически бегаю. Так, вот такая штучка у нас получилась. Самые две такие простые половинки, верхушка и низ. Еще я хочу добавить вот здесь выточку, чтобы она у меня перешла и туда, и туда. Вот так она будет у меня идти. И, соответственно, здесь тоже будет выточка. Так, все, я готова это раззеркаливать и переносить. Соответственно, делаем зеркальное отражение. Вот такая штучка получилась. Еще раз говорю, я с горловиной не работала от слова совсем, в связи с тем, что она у нас будет совсем другая. Окно обработка контуров, слить. Все лишние точки. Вот есть такой инструмент, называется перо-минус. Можно им удалить. Мне нужна симметричная основа юбки, симметричная основа лима с одинаково расположенными выточками и красиво, правильно оформленные линии под грудью. Все остальное мы сейчас будем моделировать. Вот у нас получилась основа. Даже если бы вы ее конструировали, вот она у вас такая получилась. Платье отрезное. Теперь мы будем делать асимметричный, соответственно, вырез. Вот я вижу мою линию. Вот сюда она пойдет. И вот сюда. Вот таким образом. Замыкаю в замкнутый контур. Это мне поможет разрезать. И вот эту точку, из этой точки инструмента, опорная точка, вытягиваю кривую. Смотрите, сразу видно, закрываем мы грудь, не закрываем мы грудь. Нужно нам повыше эту точку ставить. Не нужно нам повыше эту точку ставить. Соответственно, она должна быть все-таки повыше. Может быть, даже еще повыше. Вот этим хороши шаблоны. Сразу вы здесь вот эти все моменты просматриваете. Но с другой стороны, как вы видите, здесь рука. То есть надо все-таки сюда. Вот здесь вот оно как раз уйдет. Рука немножечко прижата. На самом деле она вот здесь повыше начинается. Она как раз туда уйдет. Можно вот здесь немножко убрать. Или здесь углубить. Вот это все вы отсматриваете. Вот эта линия, эта линия, по которой у меня будет, соответственно, платье отрезаться. Могу вот здесь вытащить. Вот здесь наоборот добавить. То есть это вот надо посмотреть, как бы я хотела, чтобы эта линия художественная шла. После этого выбираю два объекта и разбираю их. Теперь эту часть я убираю и эту убираю. Вот у меня получилась уже вот такая асимметричная штучка. Что я еще хочу здесь добавить? Вот от этой вытачки у меня будет идти асимметричная деталька. При этом будет такой разрез. Так. Сейчас мы вот так сделаем. Соответственно, вот так разберем. Разгруппировались. Разобрали. Здесь это получается у меня отдельная деталька. Я бы хотела еще вот такую детальку тоже отрезать. Это будет замечательно. Почему именно разрезать? Потому что она будет показывать, что здесь есть разрез. Но в то же время, если мы смотрим на платье как бы насквозь, то видим, что есть еще заднее полотнище. Поэтому вот оно должно остаться. Вот уже получилась асимметрия. Несмотря на то, что рисовали мы с одной половинки, которую разверкали, и получилось асимметричнее. И рукав. У этого платья будет рукав. В рукаве здесь будет много красоты. Сделаем, чтобы у него здесь была драпировочка. А потом оно сходилось на нет. Вот такую красоту. Соответственно, сейчас здесь будем добавлять тени, чтобы показать, что он здесь объемный. И на этом платье еще хочу показать пример, как формируются тени, как мы их можем распределить. Вообще по теням мне очень много вопросов задают. И, наверное, надо какой-то мини-мастер-класс собрать. Показать, как это все делается. Чтобы было больше понимания. Вот так мы собрали. Так, это именно тени, которые будут на рукаве. Теперь смотрите, мы их сейчас вот так. И сделаем непрозрачность. Вот они есть. Добавлю платью, заливку белым цветом ко всем объектам. Так, видите. Тоже частые вопросы. У меня пропали все выточки, где они? Никуда они у вас не пропали. Они вон, они на своих местах. Просто объекты встали поверх. Соответственно, монтаж на задний план. Вот у вас все обратно и вернулось. Видите, есть даже некоторое ощущение, что у нас выточки находятся асимметрично. Хотя на самом деле они абсолютно симметричны. Немножечко я бы поправила вот эту линию. Мне кажется, будет прям почти оголяться грудь. Либо же мы можем туда что сделать? Мы можем еще опустить. Точку. То есть вот так. Специально опустить. Я бы даже убрала под выточку. Соответственно, выточку мы убираем. А вот на это место мы добавляем элемент, который будет закрывать грудь. У таких платьев внутри может быть корсет, который будет это платье, соответственно, плотно держать. И вот таким образом мы его собрали. То есть здесь у нас разрез, здесь так далее. Что я хочу сказать по поводу тени. Если вы не понимаете тени, это, конечно, некоторая проблема. Но у человека есть, если вот совсем прям упростить, вот прям вот до нельзя упростить, человек цилиндр. Соответственно, одна сторона у нас должна быть чуть темнее, другая чуть светлее. Для создания эффекта объема. Как это будет выглядеть на эскизе? Вот эта часть у нас будет чуть темнее. Но у нас есть грудь. Грудь по форме представляет либо конус, либо такую полусферу. Соответственно, когда мы смотрим на полусферу, под ней обычно пролегает тень. Если вы посмотрите на фотографию любую, то увидите, что вот здесь будет полутень. Вот, соответственно, вот этой полутенью вы можете сформировать дополнительную как бы иллюзию объема. Вот она туда пошла, полутень. И здесь она вот так вот у нас вышла. Соответственно, вот смотрите. Раз, раз, раз. Вот таким образом. И вот эта тень, она позволит сформировать, показать то, что здесь есть у нас объем. Я не люблю тени сложной формы, за исключением того, когда они формируют какую-то вот сложную конфигурацию складок и так далее. Я люблю, чтобы тени были более лаконичные, более простые. Таким образом, они дают больше представления об объеме. Вот смотрите. Соответственно, такая же легкая тень может пройти и по второй стороне. Притом, не обязательно, чтобы она прям вот так же формировала. Она может быть просто легкой-легкой тенью и, соответственно, все-таки делать вот таким образом. Так. И сделать ее еще чуть более прозрачную, чем изначальную, то есть, чем левую тень. То есть, они могут быть разной насыщенности. Вот смотрите. То есть, она как бы есть, но она на себя не перетягивает основное внимание. Она просто дополнительно формирует то, что вот, то что я говорила, цилиндрическую часть. А на рукаве, как правило, вот здесь подмышкой и внутренняя часть рукава всегда находятся в тени. И вот эту часть нужно тоже нам с вами пометить. И опять же, она не должна быть прям сильно темной, она должна быть средне темной. И вот таким образом у нас уже с вами сформировался такой вот базовый акцент по теням. Можно на этом остановиться, этого вполне достаточно. Единственное, что бы я добавила, поскольку рукав более сложной формы и на нем есть складочки, я бы по этим складочкам добавила линеарное отражение данных теней для того, чтобы они были. Вот таким образом. То есть, это, как правило, мы показываем, что здесь есть какие-то защипы, какие-то складки. Это по модели нужно смотреть. Здесь нет универсальной формулы. Вообще в дизайне, ну, как бы, можно выделить какие-то базовые принципы, да, но очень много вещей, которые именно зависят по конкретному дизайну, по конкретной модели. И это нужно всегда учитывать, всегда понимать. Соответственно, вот как-то так. Вот у нас получилось с вами асимметричное платье с простыми базовыми тенями, не переусложненными, то есть, где? По бокам, да, то есть, мы считаем, что у нас свет идет прямо, и вот по бокам немножечко у нас есть тень. И еще вот эту часть я бы ее чуть-чуть утопила назад, путем того, что сделала бы ее чуть-чуть более темно. Все. Мы его сформировали. Платье у нас получилось, оно может быть в белом цвете. Сейчас мы с вами сделаем цветовые вариации того, как это может у нас осмотреться. Конечно же, важен задний фон. Видите, я поместила на серый, платье уже смотрится по-другому. А мы с вами сейчас сделаем несколько вариаций. Итак, поскольку я тени рисовала черным цветом, смотрите, если я, например, платье буду делать красным, то все у меня будет прекрасно, и эти тени все равно останутся. Например, вот красно-черное, или красно-красное даже, может быть, красно-серебряное. Это та вариация, которая вам красно-бордовая. Бордовый цвет цвет поставить. Немножечко, можно из основного, да? Так. И вот то, что тенью. Соответственно, мы выбираем основной цвет и немножечко его углубляем. Вот этот белый штришок, который вы видите, это у меня у линии, которая обозначает вот эту мягкую складку на ткани, есть белая заливка. Убираем. Мне нужна. Должно быть все просто черным контуром. И здесь я немножко перетемнила. Чуть светлее это сделать. Вот. Можно еще даже светлее вот таким оттенком. Смотрите, вот они тени. Это простая вариация. Простая, четкая, лаконичная вариация. У меня на курсе, когда делают студенты, я вообще даю простую базовую модель для палати-футляра и прошу его отмоделировать по деталям, по элементам, по формам. И вот все, кто делают, получаются очень интересные вариации. и позволяет понять принцип работы, соответственно, как это все формируется, как это все происходит. Поэтому крайне-крайне вам рекомендую. А мы сейчас с вами растянем. Тоже такой момент. Очень многие про это забывают. Смотрите, если у нас, например, это платье будет черное, тогда все наши с вами складочки, и все, что мы делали, его не видно. В этом случае происходит работа позитив-негатив. То есть наши с вами черные объекты должны стать серыми. И теперь смотрите точно так же я тени. У теней не должно быть контура. У них должна быть только заливка, поэтому я вот так убираю. И у меня получилось такое же платье, только оно как позитив-негатив, в том плане, что теперь вместо черного контура у меня серый контур. Вот такое у нас получилось платье. Используйте его, пожалуйста. Применяйте. Если у вас появились какие-то вопросы, обязательно напишите мне. А на этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.